Ситуация со свободой слова в России, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Единственное бесцензурное пространство осталось, пожалуй, в интернете. Но с 1 августа 2013 года эта ситуация кардинально изменится. С 1 августа 2013 интернет-вольница прикрывается. С легкой руки Никиты Бесогона-Михалкова, который так озабочен авторскими правами, что хоть плачь взахлеб. Госдума рыдать не стала, а проштамповала закон, по которому теперь можно закрыть любой интернет-ресурс, сославшись на нарушение авторских прав и не только. А поскольку экономика и политика всегда шагают рука об руку, можно сделать вывод о том, что и политическая свобода в интернете накроется медным тазом политцензуры. Ибо главное слово в этом законе – надзор. И вот уже раздался пронзительный визг депутат Шемизулиной о засилии матов сети. Теперь матерись-не матерись, а цензурная лапа власти плотно ляжет на информационное пространство интернета, прикрываясь фиговым листком заботы об авторах, детях и вообще духовности. Этот закон будет применяться в конечном итоге очень селективно. То есть он будет применяться для передела собственности в интернете. Ну там ВКонтакте, Яндекс, Мейл.ру, живой журнал. Когда надо наехать, вот будут вспоминать про этот закон. Потому что применить его массово на все сайты просто технически, на мой взгляд, невозможно. И вряд ли это будет происходить. То есть этот закон имеет какую-то экономическую и политическую подоплеку? Не, он чисто экономический. Это чисто про бабло. То есть его пролоббировал Никита Сергеевич Михалков для защиты своих персональных интересов в качестве продюсерского центра, через который идут, соответственно, потоки за видео. Но думаю, что применяться он будет и вот при таких коммерческих спорах. Ну, я не думаю, что этот закон применялся из политических соображений, потому что и так много чего есть для того, чтобы закрывать сайты по политике. Я не на стороне пиратов совсем. Я как бы призываю к тому, чтобы сделать нормальной систему дистрибуции в интернете, чтобы человек за разумные деньги, за подписку, там, я не знаю, ну, масса вариантов существует, мог спокойно, не нарушая ничьих прав, себе что-то купить. Другое дело, что и правообладатель у нас обычно, размахивая правами, или, там, выставляя вперед себя творцов, там, по этих самых музыкантов, композиторов, режиссеров, там, и так далее, они немножко лукавят, потому что, на самом деле, они заботятся о своих барышах, о барышах-посредниках. Вот, время их немножечко проходит в этом смысле, и нужно как-то адаптироваться к новой реальности, которую диктует интернет. Те, кто адаптируется, выживут, те, кто нет, нет, пока они, вот, пролоббировали этот закон. Окей, их будут обходить техническими средствами, они будут охотиться за пользователями. Дальше пользователи будут их охитрить. Пока идет, вот, этот щит против мяча, никто не хочет ни с кем договариваться. Рано или поздно будут вынуждены это сделать все. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А самые реакционные законы всегда принимаются под самыми благими предлогами. Но есть и хорошая новость. Репортажи нашего канала вы сможете смотреть абсолютно бесплатно и совершенно легально, даже после 1 августа 2013 года. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова